Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Американские ученые из Университета штата Монтана нашли решение метановому парадоксу, который заключается в появлении метана в водоемах, где отсутствуют обычные метанопроизводящие бактерии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи обнаружили аномалию во время сбора данных, необходимых для анализа химического состава озера Йеллоустон в Йеллоустонском национальном парке, а также для изучения, как различные микроорганизмы в озере связаны с термальными источниками национального парка. Специалисты выявили метан, который в природной среде производится живыми организмами, однако в озере не было признаков присутствия типичных анаэробных микроорганизмов, которые выделяют метан в отсутствии кислорода. В морской и пресноводной среде перенасыщение кислородом поверхностных вод CH4 было названо учеными метановым парадоксом, поскольку биологический синтез метана рассматривается как строго анаэробный процесс, осуществляемый чувствительными к кислороду метаногенами. Специалисты провели метагеномный анализ выделенный из озерной воды ДНК, обнаружив, что в процессе выделения метана участвовали аэробным бактерии, в частности, протиобактерии асидоваракос. Им удалось идентифицировать ген, который участвует в синтезе газа. Он кодирует фермент аспартотаминотрансферозу ААД, и ученые пересадили его кишечной палочке и ширичио-коли, которая при обычных условиях не способна превращать метиламин в метан. Однако при наличии гена АЭТИ это оказалось возможным. По словам ученых, они впервые обнаружили доказательства аэробного синтеза метана, который принципиально отличается от анаэробного. Скорее всего, это происходит в масштабах всей биосферы Земли, а не только в Йеллоустонском озере. Поскольку метан является парниковым газом, который эффективнее улавливает тепло, чем диоксид углерода, для полной оценки его роли в изменении климата необходимо точно знать природные источники этого вещества и естественные резервуары, где он содержится. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.